Что можно о нём сказать? Во-первых, это на самом деле культура очень и очень заслушивая. Мы ещё этого многие не знаем, от чего это происходит. Это надо изучать. Но за все годы, с которыми я работал, сейчас прошу сначала. Потом затянется надолго. Более надо только остановить. Начал я заниматься в Казахстане. И воин-шеф предложил заниматься тернопобовыми культурами в семье, которые возделывались в Советском Союзе. Ну, семьи могли достать, а нашли только восемнадцать. Шестьдесят третий год. Может, кто помнит, но большинство из вас, вы ещё, вас и не было, конечно. Ну, некоторые, может, и были. В шестьдесят третий год посеяли все зерно-бобовые культуры, которые у нас были. И что же получилось? Мы получили хорошие всходы всех культур. Это вот где город остановились, если вы знаете. Недалеко опытное поле было, восемнадцать километров. Я был очкином. И что же случилось? Десятого мая выпал снег и мороз. Девять градусов. Когда мы пришли на опытное поле, когда снег и мороз стоит, там осталось очень мало культур, я напомню. Только нут и горох. Конечно, это в какой-то степени уже нас насторожило. Потом пошло дальнейшее развитие этих культур. И была очень сильная, страшная буря и жара. Там примерно на десять сантиметров землю унесло в Краснодар. Жара была примерно до сорока градусов. Фазу образования бобов и нута. Бобов и бобов. Гороха и нута. При такой температуре горох перестал жить. И остался один нут. Мы его и убрали. Собрали всех. У нас был опыт заложен по многим культурам, где семена были. И по нормам высева, и по срокам посева. Шеф переехал в Болгоград. Стал зав. Капитровичей лекции семеноводства. За ним приехали и мы. И нам выбирать, вот лично мне выбирать, ничего не надо было. Потому что условия Астаны и условия Болгограда схожи. И там я начал заниматься только одним нутом. Другие культуры, только для сравнения. Но они никакой пользы нам не дали. Так и остался я на дно нуте. И здесь можно сказать одно. Что культура, она очень хорошая, но требовательная к технологии возделывания. Потихоньку разрабатывают технологии возделывания. И одновременно начали заниматься селекцией. И вот здесь возник вопрос. А куда и как заниматься селекцией? В каком направлении? Я вообще еще тогда и представления-то не имел. Как будущий студент просчитали нам курсы дисциплины селекции семеноводства. А нуте даже и слова не было. В результате оказалось, что у нас давно здесь рядом занимается Краснодарская селекционная станция. И занимается нутом с 1932 года. Все пришлось по ушке посмотреть, какие у них результаты. И оказалось, что в нашей зоне в это время возделывался из зернобобовых в основном горох. Он занимал площадь порядка 190 тысяч гектаров. И если сказать на самом деле, то убирали его примерно половину. Остальное убрать не могли, потому что были потери, и он сгорал в этой степле. И возникло направление. А зачем нам иметь такие сорта, которые поздно созревают? Если горох созревает за 65-67 дней, оно созревает за 85-90 дней. И всегда, когда у нас тут некоторые казаки пытались поселить нут, но ничего не получалось, потому что он осадки, осенние осадки не давали возможности убрать нут. И вот тогда возникло направление создавать сорта, обладающие скорочпелочкой. То есть для нашей зоны наиболее эффективны скорочпелые сорта. Божние сорта не дают возможности, потому что в осенние те времена всегда попадало много осадок. В те времена, сейчас, как раз, не понятно, когда, трудно угадать. В те времена можно было прогнозировать, когда будут осадки. И даже я сам занимался, и примерно совпадало 65-70%. Сейчас это ничего не совпадает. И когда создал, был создан первый сорт, но тогда направлением было повышение урожайности и устойчивости к болезням. И в Агнаградской 5 был хороший, отличный сорт. Он – это первый сорт, который на сортовых участках дал урожай выше, чем горох. Такого никогда не было. Ну, а учитывая то, что надо не только продуктивность повышать, но надо и скорочепенность делать, тогда мы привлекли в первую очередь афганские афганские сорта, у которых период вегетации 65-67, ну, до 70-ти. И эта возможность нам позволила создать сорт «Волгоградский 10», который отличался от «Волгоградских 5» примерно на две недели. Это большая разница. Ну, а потом уже пошла общая направленность. Скорочепенность, продуктивность, устойчивость к болезням и вредителям. И только вот последние два года, имеется в виду 16-й, 17-й, не в 3-й год, 18-й, начал болеть нут. Это нут болеет не от того, что там он слабоустойчив к болезням, а от того, что сейчас сильно изменились гидротермические условия, которые совсем изменились и нут попадают в другую обстановку. И приходится сейчас уже по-новому переделывать старые сорта. Но это займет много времени, и если мне и дальше рассказывать, то я буду говорить столько много, что вам не доезд. А я всегда придерживаюсь одной пословицы «Берёвку целим по длине, а резким лучше, чем короче».